Философия Льва VI носит явный антиметафизический пафос. Это объясняется тем, что ключевой темой его исследований была тема рациональности и последовательности, которые сдерживают, по его мнению, философский поиск и движение мыслей и жизни. В жизни по Льву правят случаи, и в философии его философии правят вне рациональная логика. Шестов хотел мыслить жизнь и человека без механизации и сведений к законам природы. Уже в эпофеозе беспочвенности Лев наносит сокрушительные удары по рационализму, метафизике и любой философии, которая ставит своей целью сооружение последовательной замкнутой системы. Шестов не любил универсальные истины, так как истина – это всегда принуждение и ограничение. Он иронично замечает, что умные системы начинаются с требования свободы, но всегда приходят к необходимостям. Отсюда те странные заходы, что высшая необходимость является самой свободной. Целью Шестов было освободить творческий потенциал от ограничений рационализма и абстрактных универсальностей. Свобода не может иметь ничего общего с идеализмом, потому что идеалист скорее поставит материю в основание своей системы, чем что-то вроде произвола. Веру Шестов хочет освободить от универсализма и абстрактности. Переходя ко взглядам Льва Шестова на историю, стоит учесть, что он отказывается искать в истории всякие абстрактности и универсальности. Он не хочет говорить о неких средних событиях, которые и могли делать историю, которые делали историю наукой. В своих исследованиях философии и истории Лев обращается к условному создателю этого направления, к Августину, который решил, что он способен раскрыть судьбу всех народов. И за это Шестов вменяет ему не окончательный разрыв с древностями. Августин слишком сильно эллинизирован. Его жест был таков. Если евреи избранный богом народ, то выходит, что и другие народы должны быть избранными для чего-то. Если у бога были пророки, то философы должны делать что-то примерно похожее. И это типичный переход к общему от частного. Но откуда берется такой заход у Августина? Шестов пишет, что все дело в страхе перед божественной свободой. Переход от частного к общему – это все еще желание верить только в себя. В какой-то книге там написано, что у евреев была миссия, и ограниченный разум сразу начинает корчить из себя безграничность. Августин пишет про все народы, про небеса, землю. И Шестов хочет сказать, что это полнейшая глупость, и что разум по своей природе всегда ограничен, хоть и пытается делать вид, что это не так. Подобные ходы мыслей, как у Августина, это не поиск нового, а различного иного. Это просто желание иметь все знания. И Гегель идет следом и заходит еще дальше. Если Августин позволял себе слепо использовать Писание, то Гегель поставил все на свой разум, чтобы только из него вывести все знания. Для него мало что важно, кроме собственной головы. Тайна истории непостижима, и жизни людей устроены так, что их судьбы сокрыты от разума. История существует не ради мысли о развитии, и не ради того, чтобы обезопасить себя. И чем является история? История – это, как пишет Лев, Божья воля плюс деятельность людей. Но речь идет не о провидении Бога. Воля одновременно связана с индивидуальными выборами людей и с непознаваемостью для разума. Поиск абстрактных идей в истории всегда ведет к слепоте, забвению и насилию. Шестов хочет найти другой план историчности, план индивидуального экзистенциального действия. И здесь важно учитывать совмещение индивидуального действия и воли Бога, где первое может влиять на второе. Бог не является чем-то безгранично могущественным и наиболее общим. Бог – это некоторый путь к свободе, и он не предопределяет судьбу человека и человечества. И из-за понимания этого мышления истории через поиск наиболее общих законов для шестого является чем-то невыносимым и опасным. Только ускользание от всеобщности в истории может приблизить нас к пониманию истории. И окончательное решение – это отказ от окончательных решений, так как они всегда превращаются в тлен и уходят в забвение. И льва интересуют малые тайны истории и жизни, которые теряются, когда мы подходим к мышлению через абстрактный ум. Для шестого вполне очевидно, что история не является чем-то, в чем развивается идея. Гегель считал, что иудея – один из пунктов движения истории в ее развитии. Для льва такое мышление является несостоятельным. Он пишет, что древние и примитивные страны могли понимать больше, чем развитые и современные. Например, они могли знать, что бог бывает ревнивым. И Гегель строил детские домики, думая, что человечество живет светом. Но человечество живет во тьме. История не способна вывести человека из тьмы, сколько бы абстрактных башен философы не построили. Ни одна из них не сможет привести к богу. К богу может подняться только такой человек, которого философия всегда старалась не видеть. То есть живой человек. И историк решает, что событие имело смысл, если он видит и знает, к чему это событие привело. То есть через будущее оправдывает прошлое. События, которых не было, отметаются. Это дает иллюзию гармоничности, но только для системы, для мысли. К тому, что было на самом деле, это нисколько не приближает. Причина этого в том, что идеи создаются из одного материала, но история и жизнь совсем из другого. Желание поймать истину приводит только к иллюзиям и потерям. Что касается отношения Шестого к научности вообще, он пишет, что наука – это суд. Наука не занимается никакими голыми фактами. Наука занята теорией, и чтобы описать некий факт, требуется Верховный суд науки. В науке есть свои искусственные законы, по которым она занимается производством истины. Шестов пишет, что разум выделывает такие штуки, будто он является наиреальнейшим существом. Но если присмотреться, то никакого разума мы не увидим. Это что-то вроде взбесившейся абстракции. Разум может все, но при этом не может в существование. Лев сравнивает законы природы и петуха, вокруг которого мелом нарисовали круг. И они одинаково держатся на вере. И если бы петух был философом, то он сразу же начал бы говорить о пределах возможного опыта внутри этого круга. Ну да, Шестов сказал, что Кант — это петух. Ну, в общем, Шестова можно рассматривать как предшественника некоторых философских направлений. И наиболее это интересно, если заменить термин «бог» на какое-нибудь более крутое в его словаре. Не особо большое значение имеет, как именно он определял истину. Ключевым моментом является то, что истина не может быть всеобщим законом, абстрактным принципом, всеобщей идеей и так далее. Истина где-то на перепутье индивидуального действия и божественной воли она обеспочвена. Критики усредненности от Августина до Гегеля Шестов приходят к чему-то, что в условном постмодерне называется микрособытиями. То есть Лев предлагает обратить внимание на малые события вместо учреждения огромных законов исторического процесса. И здесь, я думаю, можно перейти к его апофеозу беспочвенности и выделить моменты, которые мне показались наиболее интересными. В предисловии, Шестов начинает с оправданий за свой непоследовательный стиль изложения, а заканчивает тем, что парадоксальным образом фундирует нефундаментальность. Он пишет, что на протяжении истории философии мы то и делали, что вменяли разуму какие-то стремления, цели и прочую чепуху, которая приходила в голову. И непоследовательность в письме и мышлении должна стать чем-то, что лично мне напомнило метод нарезки Беролза, хотя речь, конечно же, не об этом, но о чем нарезка? Берется страница, нарезается и собирается в другом порядке, чтобы получился новый текст, такая детерриторизация, взболтать и пересобрать устоявшийся смысл. Да, это можно понимать как ускользание от всяких порядков, которые кем-то считаются неопреодолимыми и естественными, и полное мировоззрение невозможно, окончательного слова не существует, и цельная философская система, как пишет Лев, это всегда тюрьма. И другой не менее важный заход шестого, что утверждение о том, что система закончена, что проблемы решены, нужны тем, кто буквально устал двигаться дальше. Виттгенштейн после его якобы снятия философии отправился чилить в какой-то колхоз и ебашить школьников арматурой на занятиях. Философы не имеют самостоятельных методов исследования, и они, как и все люди, телесны. Значит, они имеют определенное желание. И Лев спрашивает, но о каких тогда отвлеченных истинах вообще может идти речь? И логика, которая является единственным источником сил философов, является, как пишет Шестов, выражением закона инерции. То есть философ это не какое-то мощное существо, переполненное силой, а замученное животное, желающее поскорее умереть, утопиться в своей системе. И в противовес такому философу Лев ставит другого философа, философа, который способен выдерживать, если так позволительно выражаться, груз беспочвенности и довести его до апофеоза. Такие философы бродят по окраинам бассейнов и натыкаются на события, которые могут не повториться. И что происходит, когда оседлый человек теряет свою почву, он оказывается в других условиях, под другой почвой. И чтобы жить дальше, ему требуется испытать становление кем-то другим, стать таким, каким нужно быть, чтобы выжить в определенной местности. И требование истины появляется в условиях постоянного труда. Труд требует стабильности и возможности предсказывать дальнейшие события. Лев пишет, что без труда никому никакая правильность не будет нужна. то есть да, по сути он хочет нам сказать, что те, кому так сильно важна истина, это холопы, и он предлагает идею совмещения порядка и хаоса. Хаос должен быть внутри, порядком выступает понимающее положение к внешнему, и это прямо завязывается на мысли о выживании на определенные территории. Внутренний порядок отмечается как требование для слабых и утяжеленных. И территории бывают разные. Порядок закономерности явлений, законы природы тоже некоторая территория, которая могла бы собраться иначе. В уме нет ничего, что строго бы показало, что в природе не может быть произвола. Здесь сразу вспоминается Меисус, с проблематикой контингентности, что возможно ли изменение законов природы с сохранением стабильного восприятия. И Лев пишет о том, что именно мешает нам понять, что угодно может случиться и с чего угодно. И касательно соотношения мира и представления действительности и суждения, он приходит к тому, что у нас нет законченного способа отделять их друг от друга и соотношения случайности и необходимости внутри них. Философия должна быть чем-то, что вооружает против неизвестности, начиная с того, что вокруг неизвестно все. Лев употребляет слово спокойствие, которое следует располовинить. Он утверждает, что метафизика просто успокаивает людей, но их требуется будоражить, чтобы потом люди и философы не ломались в новых территориях. Но в другом смысле скорее метафизика вызывает беспокойство из-за постоянного потока нового опыта. Она постоянно изводит невозможность быть в соответствующей реальности. И в этом смысле парадоксально скорее шестов хочет от философии получить спокойствие через принятие соглашения с неизвестностью. Такой концепт супермощного нигилиста в костюме из киберпанка, который рассекает по вселенной, испытывая бесконечные различия и разнообразие. Ну и касательно философской аргументации Лев Шестов пишет, что если ею и вооружаться, то только для того, чтобы от вас отстали всякие поехавшие метафизики. Итак, про Льва я сказал, что хотелось сказать. На сегодня все. Подписываемся на канал, на телеграм. Поддерживаем. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...